Микс Ньюс. Организатор интеллектуальных мероприятий Олег Сераухов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что многие поклонники и что где когда, и всевозможных интеллектуальных развлечений переживали по поводу того, что COVID-19 несколько ограничил возможности общения. И несмотря на, я понимаю, вот эти ограничения по количеству людей, которые могут собираться вместе в разных странах, это происходит по-разному, вот у нас, слава богу, в Латвии пока, тьфу-тьфу-тьфу, я стучу по дереву, ситуация как будто бы более-менее нормальная, то есть мы можем и даже проводить какие-то относительно массовые мероприятия, но есть и страны, где совсем как-то печально, и там действительно ограничения. И я понимаю, что вот эти всевозможные интеллектуальные мероприятия, а это паб-квиз Умка, это литовские Mammal Cup и многие другие, вот как они сейчас выкручиваются, что сейчас вообще происходит с этими развлечениями? На самом деле ситуация очень двоякая, потому что, как вы поняли, Mammal Cup, он проходит в Литве, а в Литве как-то решения принимают немного альтернативным способом, нежели в Латвии. И, допустим, если в Латвии сейчас начинаются послабления, то есть можно будет собирать там по 8 человек за столом, а не по 4 со следующей недели, то в Литве вот буквально недавно, наоборот, сделали все жестче, допустим, ввели маски, обязательные для любых мероприятий подобного рода, и мы организовали фестиваль, и буквально за неделю до фестиваля узнаем новость, что вот решили, что с субботы, ровно с начала фестиваля, всем нужны маски. Но, к счастью, мы готовились, мы знали, что в любом случае нужно обеспечить безопасность, поэтому мы заранее закупили для всех команд масочки, санитайзеры, термометры, проверяли всех для того, чтобы мероприятие, собственно, прошло максимально безопасно. Сколько вообще человек приходит на такого рода мероприятия? Или, я имею в виду, ну вот если считать участников, может быть, кто-то там приводит зрителей группы поддержки, не знаю. Ну, зрителей группы поддержки, наверное, громко сказано, для таких мероприятий, как, допустим, паб-квизы, это не нужно, потому что, в первую очередь, это некое регулярное развлечение, когда ты просто приходишь раз в неделю или раз в две недели с друзьями просто посидеть. Тут нет такого эффекта соревнования, что должен был кто-то за тебя болеть. Ты просто собираешься с друзьями, нам по неким прикидкам, я думаю, что в данный период времени это около сорока, наверное, человек на такие мероприятия. Ну, возможно, кое-где и больше, где не соблюдать количество человек за столом. Я понимаю, что проведение такого рода мероприятия, оно требует того, чтобы была какая-то база вопросов, база иллюстративного материала, то есть там какое-то большое количество всевозможных интеллектуального багажа, который должен, я понимаю, храниться в секрете, чтобы не ушел к соперникам, соперникам, ну, вообще игроки не были в курсе. И возникает вопрос, ну, вот если проводятся такого рода регулярно мероприятия, вот эти базы, они не попадают, не утекают в сеть, потому что, скажем, одна группа игроков прошла это испытание, она может поделиться, выдать, ну, я не знаю, там, или подписывают специально вот соглашение. Я обязуюсь там ни в коем случае не сообщать ответы. Ну, тут нужно понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим о квизах, то это, в первую очередь, материал одноразовый. И обычно происходит примерно так. Это играется на одной неделе в Риге, через неделю в Таллине, еще в нескольких городах, допустим, и потом это уже отыгрывается в онлайне для всех, и с тех пор, как он появился в онлайне, материал уже становится засвеченным, как у нас выражаются, и, в принципе, беречь его нет смысла. Ну, просто потому, что в тех же квизах все-таки, опять, нету соревновательного момента, это развлечение в первую очередь, поэтому нету цели добиваться некой информационной безопасности, потому что, ну, во-первых, маловероятно, что кому-то понадобится, допустим, вот, находить себе шпионов для эстонцев там вот в Риге, чтобы кто-то им сказал ответы. Во-вторых, ну, а в чем ценность этих самих, так сказать, ответов? То есть мы там играем не на корову, не на что-то там ценное, важное, да и престижа, славы в этом нету. Люди же понимают, что они приходят в первую очередь проверить себя и то, насколько они смогут проявить, сообразить и так далее. Потому что ведь основной кайф игры в том, чтобы ты, увидев некую загадку, обсудив ее с друзьями за столом, пришел к некому ответу правильному. Или даже не пришел, но слышал правильный ответ, такой, «А, так вот оно, что было! Блин, как классно! Обидно, что мы это не сделали!» А если у тебя уже есть ответы, то лишается смысл. То есть зачем тогда тратить время на то, что бесполезно? Это то же самое, что смотреть сериал, зная, чем все закончится. Спойлер, «Игры престолов» смотреть не стоит. Кончилось плохо. Сколько приходится готовить вот этого материала, я представляю себе, но кто занимается этим? Сколько человек требуется для того, чтобы, например, обеспечить один вечер, например? Ну, у нас обычно работают 2-3 человека над игрой. То есть основной главный редактор – это я, главная интеллектуальная жертва этого производства. Но еще есть мой друг, коллега Ваня Еремовна из Краснодара, который пишет нам основную такую текстовую составляющую вопросов. И еще Дима Петухов, который тоже пишет некие разминочные вопросы текстовые. Ну, в общем-то, такие вопросы, которые дополняют игру. Обычно я придумываю основную концепцию, накидываю основные конкурсы, что, где, когда должно быть, картинки, ребусы, глупости, что-то веселое. А потом уже дополняю их материалом оставшиеся дыры в пакете. Как становится организатором интеллектуальных мероприятий? Сколько, условно говоря, должен быть опыт за плечами, участие в играх? Какое резюме у человека, чтобы он мог сказать, да, я могу сам организовать подобную игру? Сложный вопрос. Потому что это проще говорить тем людям, которые начинают это делать сейчас. Я начинал это делать в Литве 7 лет назад, когда, условно, русскоязычных квизов было в мире, в принципе, 2-3 штуки. И они только зарождались. То есть не было ни глобальных франшиз, ничего крупного. А в основном такие игры были на литовском языке. И я тогда был в Вильнюсе еще. И просто хотелось сделать некое мероприятие, которое было бы близко самому. Вот мне по духу. То есть я ходил в одно место, мне там не нравилось. И такой сидел, ныл. Ну вот это же можно сделать по-другому. А почему тут не так? Ходил на другое, тоже сидел, ныл. То, что главное, не сидеть, не ныть. Если у вас есть идея что-то сделать, придумать, берите и делайте. Какая связь между этими квизами и что, где, когда, брейн-рингом? То есть вот такими уже раскрученными, ну я бы сказал, такими маховиками, которые уже идут по накатанной. И здесь есть действительно и франшизы, и отлаженные сети там по городам и весям. Ну вот сравнивая, наверное, вот квизы, сейчас будет очень плохая аллегория, но надеюсь, что можно, да? Квизы – это как курение, а вот что, где, когда – это уже тяжелые наркотики. То есть одно к другому не обязательно ведет, но некоторые все-таки из квизов попадают в итоге в что, где, когда и правильно делают, но не курите, не употребляйте ничего – это плохо. Лучше играть в что, где, когда. Ну то есть, что, где, когда по уровню сложности намного сложнее, чем любые викторины и игры, которые более популярны, и там высокий порог входа, и это здорово, потому что это все-таки уже соревнование, это некая спортивная игра, где нужно себя проявлять. И не всегда это получается сразу, но многие квизы не помогают именно понять суть вопросов, какие могут быть, этих логических загадок, потому что обычно вопросы все-таки не про то, кто в таком-то году что-то сделал. А обычно есть некая загадка, какой-то парадокс, который нужно раскрутить. И вот этому все квизы учат, и многие, не все, но какой-то процент все-таки попадают именно в что, где, когда. Командное участие. Мы все знаем, что все-таки команды что, где, когда, они строятся по какому-то определенному принципу, там должен быть один всезнайка, один там, ну то есть, вот какие-то такие вот разные типы игроков, которые именно в команде, они могут, кто-то подбрасывает идеи, кто-то должен принимать решения, кто-то отсеивать. И вот это, если, ну вот как определяется тип игрока, насколько вот в этих, если мы говорим про просто паб-квизы, здесь вот важны тоже, чтобы попали разные типы вот игроков за один стол. Похоже на футбол, да, где должны быть полузащитники, опорники, нападающие. На самом деле я много раз пытался строить команду именно по каким-то таким принципам, ни разу это не сработало. Что, где, когда, в первую очередь в данные, в наши дни, ну то есть раньше это было по-другому, раньше были вопросы другие в принципе, сейчас в первую очередь нужно, чтобы сама по себе команда между собой находила баланс в общении. Если людям комфортно, если люди могут между собой обсуждать, быстро находить какой-то контакт и, допустим, слышав слова одному игрока, ты можешь просоцировать и выдать нужную ассоциацию и так дальше передать следующему, то тогда это работает. То есть главное – контакт за столом и неважно у кого какие знания. То есть они нужны, но в идеале в наши дни, чтобы знания были у всех обо всем, иначе будет сложно договориться. Мне это напомнило фразу Луи Армстронга, когда его спросили, что такое вот хороший джаз-бенд, он говорит, возьмите хороших людей и научите их играть на инструментах. Вот будет. Ну, примерно так. Хорошие команды, что люди, когда, это хороший джаз-бенд. Только играть не умеют. Но вопрос, действительно, который мы затронули с уровнями. Можно сказать, ведь это, наверное, как лига. Лига, разные лиги, если мы от тяжелых наркотиков и курения перейдем, может быть, к футболу, к более здоровым ассоциациям. Вот это действительно уровень вопросов, то, что раньше вы сказали, что вот раньше были вопросы другие. А какие были? То есть, что меняется? То есть, существует действительно что, где, когда огромное количество лет, и что поменялось, может быть, вот в этих вопросах, которые задавались 20-30 лет назад? Ну, 20-30 лет назад было больше неиспользованных фактов. А для того, чтобы был хороший вопрос, как и хорошая шутка, нужны два принципа. Либо новизна факта, либо новизна парадокса. То есть, какой-то новый подход. К сожалению, новый подход, новый способ, как спросить, выдумать с каждым разом все сложнее, потому что, как только ты использовал этот парадокс, некую структуру вопроса, она уже перестает быть новой. И если ты уже сделаешь по-другому факту такой же вопрос, он уже будет проще, чем изначально был. А новые факты тоже заканчиваются. И вот в те времена, более бородатые, скажем так, писались вопросы с очень простой структурой, но на интересных фактах. То есть, что вот есть удивительная история, допустим, Роберта Рождественского какая-то женщина назвала мистер Крисмас. Крисмас, Рождество, Рождественский, забавно. И вопрос просто из этого пишется без какой-либо там лишней накрутки. Сейчас фактов интересных мало, новых вещей происходит не так много. Поэтому изощряются, придумывая различные формы, заменяя некоторые слова, допустим, на иксы, альфы. Для нормального человека, который приходит играть, сидится за столом, он слышит там «икс», назовите «икс» двумя словами на одну и ту же букву. И он думает, что за «икс», что за «альфа». В принципе, со временем приходит, что да, альфа – это слова женского рода, икс – это мужского рода. Но далеко не все знают. Я часто хожу играть в различные, допустим, квизы, когда есть свободное время. И я вижу людей, которые, перехватив этот принцип «и что, где, когда» спортивного, они такие «окей, будем заменять тоже на альфу или икс». Но они не знают, что это даже женского, мужского рода, что есть некая логика за этим. И так вот сложно к этому привыкнуть. Там сейчас можно пропускать буквы, допустим, заменять часть слова, часть букв пропускать, различные такие вот сложные формы, игры с буквами, которые должны усложнять при отсутствии, допустим, интересных каких-то фактов. Ну, не только. Факты интересные тоже бывают. Но говоря вот про интересные факты, насколько действительно их тяжело выискивать, потому что с одной стороны Google, интернет есть у всех. И кажется, что если раньше ходили в библиотеки, читали какие-то, ну вот, не знаю, книги, мемуары, где можно было встретить какую-то вот интересную действительно историю, какой-то редкий факт, не засвеченный, вот, который не стал такой вот широкой анекдотичной популярностью пользоваться. Вот сейчас это же, наверное, редакторская работа, это какое-то, ну, сумасшествие. Да, нет, просто захочешь в Википедию, нажимаешь случайно статья, там, грибы в Амазонии, ну, нет, не подходит, там, что-то еще, там, ну, и пока не встретишь какое-то интересное явление, интересный факт. Ну, в принципе, нужно просто много всего смотреть, много читать в любое свободное время, то есть, вот, идешь ты, там, на радио, открываешь какой-нибудь сайт, читаешь просто новости, 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 различные, там, забавные факты, все прочее. И что-то откладывается, а потом в нужный момент такой садишься, хорошо, нужно придумать 10 вопросов. Так, что, что, так, интересно. А, вот, был какой-то факт, допустим, про лампочку, не знаю, что вижу, то и говорю. Вот, можно спросить вот таким образом, можно не спрашивать. В любом случае, нельзя спрашивать про лампочку через ассоциацию с мультфильмами, когда, вот, знаете, вот появляется какая-то идея хорошая, у нее загорается лампочка. Вы что, все уже этот парадокс такой использовали, поэтому нужно что-то необычное. Вот, ну, просто много читать, много всего, и что-то да, выстрелит. На самом деле, когда нужны вопросы, подойдет любой источник. Любой, даже самый стыдный сериал можно сделать поводом для вопроса. Ну, вот здесь как раз и тоже вот у меня сразу возникает вопрос, где вот этот уровень образования, образованности, багажа знаний, который должен быть у игрока, потому что понятно, что далеко не все смотрели все сериалы, все, даже мультфильмы, есть, ну, какие-то знания, которые, ну, считается, что, ну, как сказать, интеллигентный человек обязан это знать, если он не знает этот факт, ну, как бы он теряет свой статус, а вот, ну, это вот раньше было какое-то понимание, а вот сейчас есть ли какой-то необходимый багаж или... Ну, в принципе, хороший вопрос, это тот вопрос, который не требует знаний ни в каком виде, в принципе. Потому что все-таки... Логическая какая-то... Ну, как говорил, формулировал Ворошилов, что где-когда это сложно о простом. То есть, человек должен быть понятен всем, а вопрос должен быть непонятен никому. И, ну, примерно, должен в итоге быть, конечно, понятен, но все равно он должен вызывать какую-то сложность. Но, да, так как нельзя придумать бесконечное количество сложных вопросов, то требуется некий уровень знаний. И если на счете мир пошли, где когда это будет что-то, там, не знаю, знание того, как звали троюродную сестру с Ерена Киркогора, допустим, да, то здесь, ну, в принципе, в квизах нужно ориентироваться в общем инфополе, что популярно, о чем говорят. Так вот, поверхностные знания обо всем, что происходит в наши дни и что актуально. Вот и все. Нет ли здесь какой-то определенной подсказки, то, что если я знаю, что я должен догадаться логической цепочкой до правильного ответа, то есть, от меня не требуется специальных знаний, это мне дает в руки какое-то оружие, то есть, я могу, ну, применив это, что это не будет случайным ответом, значит, здесь должна быть какая-то, ну, то есть, вот это дает вот как раз инструмент для того, чтобы раскрутить этот вопрос. В принципе, да, и вот с опытом люди к этому приходят начинают лучше именно строить свои обсуждения, зная, что примерно это у них могут спросить. Очень часто попадаешь просто пальцем в небо в правильный ответ, просто догадываясь, что именно такой ответ должен быть. Даже если ты не знаешь ничего о вопросе, не понимаешь, что тебя спрашивают. Вот лично вывод, насколько удачно играете, то есть, ну, играя вот в чужие игры, когда составляют вопросы другие, удается ли прийти расщелкать эти все вопросы сразу или что-то вызывает сложность? Ну, сложность вызывает всегда в любом случае, даже самые легкие вопросы. Ну, в принципе, наверное, иногда удается играть нормально. Ну, то есть, понятное дело, что, опять-таки, где, смотря, играешь? Потому что, если брать за пример последний шпат мира, где я играл, то это было стыдно, больно, хотелось спать, плакать и больше не играть никогда ни во что. Ну, просто потому что там сидишь такой, 120 вопросов задают, из них 119 ты пытаешься понять, что тебе говорят и вообще русский язык это или нет. И на одном такой, а, тут, наверное, вопрос про то, что Хичкок был толстым, и он иронизировал над собой. Знакомая тема, отвечу, что это Хичкок, да. Или что толстый, я не помню. Что там было про его жировую прослойку? В общем, что-то близко понятное мне. Когда, ну, вот я смотрел все время, что, где, когда, жуткое возмущение вызывали, ну, вот, как мне казалось, неберущиеся вопросы, например, там, с японскими хокку, где требуется вот просто вписать строчку, а закончить, например, вот хокку, а непонятно, ну, то есть, понятно, что здесь может быть, ну, логики нет, знания нет, это просто сделано, чтобы телезрители получили хотя бы вот одно очко, отобрав его у игроков. Вот такого рода неберущиеся вопросы, ну, действительно, вот на знание, как зовут тетушку швейцара, вот они приветствуются, неприветствуются, насколько это считается нечестной игрой. Ну, в принципе, они редкость, я бы сказал, потому что, суки, спортивное, что, где, когда, и любые подобные игры, которые именно сделаны для людей, которые в них играют, у них нету цели сделать из этого шоу. Мы должны понимать, что передача, как некое явление, не будет интересна зрителям, если счет будет все время 6-0 в пользу знатоков. Поэтому нужно каким-то образом искусственно навязывать интригу, потому что, видимо, естественными методами это получать, получается делать перестало. Поэтому нужны где-то 2-3-4 вопроса за столом, которые точно сделают счет более скользким, более интересным, чтобы был повод болеть за команду. Ну, такие вопросы в целом плохие, это дурно вкусится, все будут ругаться, писать злобные комментарии, если такое вопрос задашь, поэтому они, я бы сказал, что редкость. Бывают, но редко. Ну, я вот когда смотрел у вас на сайте, например, там список вопросов, меня так несколько напрягло, какая, кто автор песни, которая звучала там в сериале «Клан Сопрано», вот я сижу и я не могу понять, как я могу, если я, например, не смотрел этот сериал, или я смотрел, но я забыл, не обратил внимания, вот ответить на такого рода вопрос. Да, вопрос, который, кстати, я сдавал у вас в эфире года три назад, по-моему. Ну да, возможно, да. Да, тот вопрос строился на том, что там с первой серии какого-то сезона, неважно, сериал не нужно смотреть, мы понимаем, что главную герою, мафиози, устанавливают дома прослушку и камеры наблюдения, значит, буду за ним следить. Значит, нужно в первую очередь подумать, какая англоязычная песня, а это явно англоязычная, а не группа любая, потому что это американский сериал, какая англоязычная песня по смыслу похожа на описание того, как следят за человеком. Если перебрать самые известные, ну, их, конечно, очень много, но просто ассоциативно, то песня «Every breath you take, every move you make», то есть каждое твое дыхание, каждое твое движение, «I'll be watching you, я буду следить за тобой», она подходит лучше всего. Плюс мы даем год, который помогает нам ориентироваться примерно на какого года может быть музыкант и какого года трек, и тогда можно подобрать, собственно, что это Sting, Gordon Sumner. То есть здесь логика, даже если человек не смотрел сериал, логикой можно добраться до… Абсолютно, именно в этом цели. Или как, допустим, вот был у нас из несложных вопросов и по стыдным поводам, ну, я называю это стыдными поводами, по сериалу «Сплетница». Вот посмотришь, стыдный «Сплетница». Нет. Хорошо. Ну, этот «Gossip Girl», да, вот этот американский, да. Был вопрос, я точно формулирую сейчас не вспомню, но он базировался на том, что серия посвящена тому, как американским, собственно, подросткам сложно поступить в высшее учебное заведение. название серии «Такой он». «Такой он» – это еще и название какой-то героини, неважно. Ну, в общем, нужно ответить, что такое «Такой он». Если подумать ассоциативно, то мы знаем, что самые престижные колледжи у них называются «Лигой плюща». Они объединяются. «Такой он» – это ядовитый плющ, потому что, собственно, это поступление отравляет им жизнь. То есть, опять-таки, сериал смотреть по факту не нужно. Ну, да. Я помню, кстати, тоже этот вопрос видел в «Базе вопросов». Тоже вот так сначала напрягся, долго разбирал, потом пытался ответить сам, потом посмотрел, думаю… Это была подборка именно моих вопросов, да. Но, с другой стороны, вот мы видим, что даже вот получается такой интеллектуальный отдых требует какого-то, ну, вот все-таки и багажа знаний, общения. Вот насколько это какое-то вот развлечение, которое поднимает человека все-таки, ну, начинает его как-то мотивировать больше узнавать об окружающем мире? То есть, вот что дает вот участие в такого рода, ну, развлечениях, мероприятиях? Ну, в идеальном случае это не делает человека сильно умнее, допустим, да, или там не возвышает его в культурном плане, но оно заставляет человека следить за тем, что происходит вокруг и держаться в ногу со временем. А мне кажется, это то, что, в принципе, поддерживает человека все-таки молодым. Именно то, что он не отстает от того, что происходит сейчас. Поэтому мне очень приятно видеть взрослых людей, взрослых, это я так, своих детских, 28-годиков, говорю, да, которые начинают ориентироваться в существовании, знают о существовании Оксимирона или Моргенштерна, или чего-нибудь еще такого, да, я не знаю, у меня сейчас стыдные факты закончились, для примера закончилось все на Госсип Герл. Но, в общем, они следят за этим как-то, спрашивают своих детей, допустим, с ними общаются лишний раз и, допустим, узнают у детей, во что вы там, в чем увлекаетесь, что там в ваших тиктоках, да. Ну, тиктоки, ладно, я слишком стар для тиктока, у нас этого вопросов нет, но в любом случае это провоцирует следить за тем, что в тренде и, в принципе, не отставать от происходящего в мире. Вот как показывает практика эти связи, которые образуются во время игр, они остаются или нет? То есть, ну, вот эта команда, которая играла, люди продолжают общаться между собой или они уже приходят там чаще всего друзьями или знакомства происходят за столом, вот какие? Когда как? Ну, то есть, правда, бывают коллективы, которые приходят просто одной компанией, знакомы с детства или вместе работают, а бывают люди, которые просто по случайности кто-то пришел там с друзьями, с коллегами один раз, потом коллеги не собрались, он хотел еще раз поиграть, пришел уже один, его подсадили в какую-то команду, а там уже кто-то отвалился, кто пришел новый, потом еще случайно кто-то добрался и в итоге ты смотришь, там, началась команда, допустим, вот коллег из одного офиса, а заканчивается там спустя там 3-4 года, где люди вот вообще в реальной жизни у них не было шансов пересечься, да? И ни по возрасту, ни по каким-то другим там контактам, ни по сфере деятельности, а они при этом общаются, дружат и это здорово, потому что чем более разное у нас окружение, тем более разноплановыми становимся мы сами. 6,7212, 93,9, 6,7213, 93,9, мы сейчас подходим вот к тому моменту, когда вот самый главный вопрос, что делать, если, например, действительно ухудшается эпидемиологическая ситуация и вот игры переходят в онлайн, вот как, что вот этот интересный какой-то такой ноу-хау, потому что мы всегда привыкли, что необходимо какое-то живое общение за столом, игроки должны смотреть друг другу в глаза, должно происходить какое-то вот, ну, общение сразу вот живьем, и вдруг вот мы из этого оффлайна переходим в такое виртуальное пространство, вот здесь как организовать игру? Ну, для этого есть различные технические новшества, которые стали популярными, актуальными в последнее время, в последние полгода, те же зумы, блюджинсы, прочие программы, средства для конференций, просто собираетесь дома с друзьями, созваниваетесь и играете, все, в принципе, для этого больше ничего не нужно, потому что, да, технически нужно привыкнуть к общению виртуальному, не потому, что это принципиально отличается от живого контакта, а скорее потому, что технологии все еще недостаточно развились, есть задержка в связи, у них у всех одинаковый интернет, иногда бывает сложно обсудить вопрос, потому что ты говоришь и, допустим, слышат тебя и не слышат других, потому что связь обычно работает так, что звук громче у одного, у других тише и так далее. Но в остальном это примерно тот же самый процесс. Но здесь нужен организатор, здесь, ну, получается так, что как будто бы собираются просто друзья и вот они играют. Нет, есть, безусловно, игры, которые перешли в онлайн, в том числе и наш, Притумка, мы, могу сгодиться сказать, что мы одни из первых почувствовали, что все будет плохо и перешли в онлайн. То есть мы объявили первую игру в онлайне до того, как начались карантинные ограничения. Просто было ощущение, что, ну, наверное, все меняется, наверное, нужно что-то делать. Благо была уже подготовлена база, потому что мы пробовали делать игры в онлайне еще задолго до появления коронавируса, в принципе, так время от времени, просто как-то вечером, там, в понедельник, допустим, свободный вечер, делали игру, закидывали в сеть, проверяли, пробовали, было интересно. Вот. С тех пор, в принципе, можете заходить на страничку Ума Палата Онлайн в любой соцсети, ума есть во всех соцсетях, или в Ютубе, набирать то же самое Ума Палата Умка Онлайн. И там каждый вечер по будним дням одна или две игры у нас происходят. С начала карантина мы провели что-то около 150 игр или больше, я уже потерял счет во времени, на самом деле. А что здесь тогда происходит? То есть, есть ли какие-то ограничения по игрокам, как они делятся на команды? Ну, то есть, вот если я вот просто захожу, набираю вот Умка, набираю Ума Палата, выхожу на сайт, вот что дальше мне нужно делать? Присоединяться какой-то, проситься к какой-то команде, как выбрать команду, с какой играть? Собирать нужно сам самому команду. Можете сам собрать, безусловно. Позвоните другу, соседу, брату, свату, кому угодно. Итак, давай вместе сыграем и, собственно, из онлайна играть. Можете написать в комментариях, есть специальные отдельные отделы на страничках, там в том же ВКонтакте, где люди ищут команду и собираются сборными случайными. Можно просто в комментариях написать трансляции, кто-нибудь может подобрать. Так часто бывает, я вижу во время игры, что там кто-то, допустим, пишет, я без команды, им пишут, а давай к нам, нам игроков не хватает. Любым способом, на самом деле. Это каким-то, я не знаю, я ничего специально не делал, не регулировал. Люди как-то органично сами находят с кем поиграть и они молодцы. То есть такая самоорганизация, да, получается? А сколько обычно, получается, тогда команда играет за вечер и как определяются, ну вот, победители, и как вот происходит сама игра? Это наподобие брейн-ринга или? Нет, это наподобие классического квиза, когда есть, допустим, некое количество раундов, ассоциированных по темам или по какому-то типу игры, то есть с картинками, с текстом, с музыкой и так далее. В каждом раунде есть количество вопросов, там, от 10 и выше, да. Люди играют один раунд, в конце раунда создают форму с ответами, а через Google формы, если они не падают, потому что Google работает нестабильно. Да. И все, и мы проверяем, и в итоге подсчитываем, кто больше ответил. Ну и они узнают, наконец-то, правильные ответы, получается. Да, безусловно. Могут посетовать, что они не догадались. Или посетовать, что вопрос плохой. В комментариях бывает разное. А что еще пишут в комментариях? Ой, что угодно. Был один персонаж, такой очень забавный парень из Дубны, который, я даже сначала не понял. Он, в общем, говорил, что если ты не извинишься за вопрос, а ему показалось, что какой-то вопрос некорректный, то у тебя будут большие проблемы. И если что, мое отчество Анатольевич. Мы, большой компания людей, долго думали, почему Анатольевич, то есть в чем логика, почему. Оказалось, после какого-то времени, когда он уже уточнил свои претензии, что он якобы намекал на то, что он сын некого подполковника ГРУ, и что якобы его отец подполковник ГРУ со своей дивизией устроит мне проблемы. И я такой, ну, хорошо, а как, как, стоп, мы же в Латвии, да, ты в Дубне, в Дубне. В чем, подожди, стоп. И я такой думал про себя, что хорошо, вообще-то в каком районе Риги я живу, что тут, как бы, рядышком казармы, если что, живу около казармы, не знаю, каких имен, но там точно есть военные. И если вот туда вдруг, допустим, в какой-то реальности действительно высаживается его отец со своими солдатами, ГРУ, не будет ли так, что какой-то дурацкий вопрос, который я задал, который был не совсем корректным, вызовет Третью мировую войну? Ну, это же было бы очень обидно. А там был вопрос просто о том, что Ария сплагиатила группу Guns N' Roses. Но мы же все знаем, что Ария плагиатила почти все в своем творчестве. То есть, кроме песни «Беспечный ангел», там был официальный кавер. Получается, что поклонник группы Ария очень обиделся. Да. Значит, он даже не поклонник группы Ария, он очень плохой гуглер. Он написал, там был вопрос, собственно, у кого Ария украли эту мелодию, ну или там, откуда плагиат. А он загуглил, и по запросу Ария плагиат ему выдал ответ Golden Earring. Golden Earring – это песня, которая написала, группа, которая написала песню «Going to the run», которая, собственно, является «Беспечным ангелом», но по-английски. И он написал Golden Earring. Но на самом деле там же играла песня «Небеспечный ангел», а другая песня Ария, которая, собственно, плагиатична с другой песни. Но он не разобрался в этом и был уверен, что раз он загуглил, то у него точный источник, он правильный ответ написал, и мы неправо что не засчитали. Но, может быть, как раз он пытался ответить тоже таким вот заковыристым вопросом. Если мое отчество Анатольевич, значит, каким образом я смогу нанести ущерб физический и моральный, значит, вот тому, кто придумал вопрос? Может быть, пытался тоже создать такой вопрос, чтобы нужно было прогуглить? Возможно. Ну, мы долго старались. Потому что по первым запросам Анатолий плюс фамилия, которую он указывал, на самом деле выдала некого автора, политика и автора эротических стихотворений. Поэтому в первую очередь угрозы выглядели очень изощренными и необычными. А вдруг про меня стихи напишут? Ну, если такого рода стихи, а они будут практически как-то обоснованы? Или это просто будет фантазия? А что мне нужно делать? Как-то позировать? Куда-то в резюме отослать? Ну, непонятная ситуация была. Но мы опубликовали само по себе сообщение, и количество комментариев креативных было прекрасным. Это был, наверное, самый веселый день за эти полгода работы. Вот мы коснулись вопроса «хороший гуглер, плохой гуглер». Действительно, когда мы играем в виртуальном пространстве, вот как действительно отсечь или это возможно? Можно ли проконтролировать, чтобы игроки не пользовались гуглом, а все-таки это было какое-то обсуждение? Потому что иначе ведь это, мы все прекрасно знаем, как жестко отсекаются там, что, где, когда, любые попытки там, даже громкого обсуждения вокруг, где можно вот, ну, игрок может что-то услышать, подслушать, и что его может натолкнуть на правильный ответ? К сожалению, в онлайне это невозможно проконтролировать и даже бесполезно пытаться. Это контролировать, потому что даже, допустим, люди, играющие в одной команде, они не могут точно знать, не гуглит ли кто-то из их коллектива. Потому что в конечном счете мы видим, допустим, камеру, лицо. Мы не можем точно знать, набивает что-то человек в гугле или нет. Потому что там звук клавиш может быть не виден, руки могут быть не видны. А человек такой, просто с озарениями, такой сидит, сидит, а, я знаю, это брюквоед, допустим, какой-нибудь. Был, то есть, в принципе, нельзя никак, поэтому стоит просто писать вопросы, которые будут гуглоустойчивыми. Это значит, что минимум фактов или слов из вопроса будут при поиске выдавать правильный ответ, тогда вопрос должен быть таким, чтобы нужно было сначала додуматься до чего-то, а потом уже, если понадобится, то гуглить там конечную форму ответа. То есть, получается, что это все-таки еще большая нагрузка на редактора, который пишет вопросы? Да, но она не обязательно, потому что в конечном счете, опять-таки, мы это делаем для того, это бесплатное мероприятие в любом случае, это бесплатное развлечение, мы это делаем для того, чтобы людям было вечером весело. Если конкретному человеку в конкретном месте времени или где-то там еще, ему будет комфортно от того, что он впустую потратит два часа своего времени, но будет там на первой строчке какое-то там название его, да, то в целом, ну, мы же достигли своей цели, человек доволен, человек хорошо провел время, на его взгляд. Да, бесполезно практически, но почему нет? Но некоторые мои коллеги, и им за это большой, большой, огромный респект, они время от времени устраивают охоту на читеров, подбрасывая липовые факты в интернет. То есть, я не случаю слово брюквоед, потому что был вопрос в викторине, посвященной овощам, а не только, с ответом брюквоед, а там было название некоего животного, якобы латинское, которое, если переводить с латыни, то означает глупый, как это, так, глупый читер, допустим, да? Вот. И, а по поиску этого выражения латинского выдавала ссылку на статью о неких брюквоедах. И одна команда повелась и написала этот ответ. То есть, то, что нельзя было придумать честно, потому что брюквоедов не существует. Но вот с тех пор брюквоеды – это эфемизм, и именно лицательная для тех, кто играет нечисто. Ну и наверняка они же тоже выдают себя, ну вот мы всегда можем понять, где есть вот эта логика, где есть какой-то, ну вот, ход мысли, или просто человек, хлопнув себя по лбу, говорит, вот я знаю, и выдает правильный ответ, что выглядит очень, ну, подозрительным. Возможно, за столом, да. Когда ты проверяешь ответы, то ты видишь все-таки просто Excel-таблицу с различными ответами команд, но там тоже легко понять. Иногда копируют просто с целым поисковым запросом ответ. И ты такой видишь, а запрос с Google там такой-то, такой-то, такой-то ответ. Я такой, ребята, ну вот серьезно, ну вот, если вы гуглите, но соберитесь, постарайтесь, выделите одно слово, там, shift, мышка, провели аккуратно, но не весь текст запроса. Ну, как так? Сразу обидно за таких ребят. Как считается, что КВН тоже вот развлечение, которое по всему миру в основном, в которое играют русскоязычные, то есть могут быть, если команда там, хоть из Израиля, хоть из Германии, хоть из Соединенных Штатов Америки, мы понимаем, что это все равно эмигранты из, ну, или бывшего Советского Союза, вот какой-то вот, ну, обычный американец, он не играет. Вот что касается такого рода интеллектуальных игр, как что, где, когда. Есть огромное количество, ну, викторин западных, там, в Америке придуманных, в Англии чаще всего, но там все строится на знании. То есть вот люди следят и смотрят, вот здесь он знает, а вот здесь вот он не знает. Он ткнул пальцем в небо, ошибся и проиграл там, не знаю, там 200 тысяч. Для них это развлечение. Вот сама идея, вот даже кто хочет стать миллионером в современном варианте, ну, вот, который играет сейчас, два игрока вместо одного, это, в принципе, это вот такой типично русский, ну, вот ход, потому что мы наблюдаем за их ходом мыслей. То есть они обмениваются, появляется обсуждение. Вот это вот, этот момент обсуждения, он характерен только для русских, для русского менталитета. Или вот вы говорите, что в Литве, там, где-то еще, там играют литовцы или все равно русские литовцы? Играют литовцы. Я скажу больше, одна из самых сильных команд Литвы на данный момент, команда Бората Сагдеева, есть такая, она по большей части стоит именно из литовскоговорящих игроков, и они даже, играя вопросы на русском языке, они за столом обсуждают их на литовском. Потому что им так быстрее и проще. Ну, это не мешает им играть на высоком уровне. Поэтому, в принципе, я бы не выделял это как некую особенность языка или чего-то там еще. Потому что загадки, как таковы, а все-таки любой вопрос, это загадка, они присущи любимым народам. Не только. А единственная проблема в том, что именно такой формат игры, как что-то и когда, в нужное время не появился на Западе. Потому что сейчас, в наши дни, этот формат не может прижиться. Просто потому, что он, в принципе, устарел. Мы понимаем, что на российском телевидении он тоже с каждым годом теряет аудиторию. Он уже не актуален, не современен. И ему нужно меняться, чтобы дальше оставаться как-то на плаву. А почему он устарел? Что в нем устарело? Во-первых, отсутствует некая смысловая составляющая. Потому что, если раньше, допустим, мы понимали, что соревнуются конкретные люди с конкретным телезрителем за конкретные деньги или до этого борются за какие-то книги, то сейчас мы не понимаем конкретной мотивации знатоков. Ради чего они там сидят? Почему именно эти люди там сидят? Ну, то есть, в чем причина, для чего, для кого? Мы начинаем КВН, но не КВН. Да. Просто следить за какими-то красивыми, умными, образованными молодыми ребятами, которые просто сидят на первом канале и что-то обсуждают, не так интересно. Нету какой-то составляющей конфликта. Всегда интересен какой-то конфликт, не искусственный конфликт, когда просто на ровном месте ведущий наезжает на какого-нибудь бедного Акима Галачана, а именно какой-то подоплека, почему человеку нужно в это играть. Почему он это делает? Для чего? Какая у него мотивация? Этого с каждым годом все меньше. Да и, честно, органики все-таки между ведущим и игроками, такой, как было раньше при Ворошилове, а я буквально вчера пересматривал последнюю игру, которую он вел, нету и не получается. А вот что можно изменить, чтобы, ну вот чисто теоретически, что можно было бы изменить, чтобы добавить этой органики, добавить каких-то мотиваций? Я думаю, если бы я точно знал, что можно было изменить, я бы работал или делал уже какую-то свою передачу, да? Ну, не знаю. Во-первых, наверное, на мой взгляд, нужно все-таки лучше знакомить с новыми игроками, больше как-то подводить к ним, чтобы был некий повод сопереживать, потому что мы смотрим любые современные популярные развлечения, тот же футбол, но он все еще популярен, да? Мы видим регулярные там предматчевые, послематчевые интервью игроков. Киберспорт, мы видим подробное описание про каждую команду, видео, нарезки, их интервью, опять-таки, некое представление команды. Для чего мы тратим 5 минут на музыкальную паузу, которая в наши дни не актуальна, потому что телевидение шагнуло далеко с тех времен, да, когда появлялись люди, когда. И если раньше передач было мало и пытались запихнуть в одну передачу все, чтобы тебе были и музыка, и там, и хоровод, и что-то еще, то есть такое делали Оливье, да? То сейчас, кто хочет послушать музыку, у того в телефоне нажимаешь одну кнопку, и слушаешь музыку ту, которую ты хочешь. Нет смысла делать некие вот собирательные, да? Лучше эти 5 минут было бы тратить на то, чтобы перед игрой познакомиться с командой, с каждым человеком, чтобы мы знали, кто эти люди и почему мы должны за них болеть. То есть, почему вот этот конкретный знаток должен мне нравиться? Не потому, что он там сидит за столом пол-два часа, и из них там скажет 3-4 слова, возможно, или скажет больше слов, потому что в этой самотохе, опять-таки, мы редко можем проследить, кто что говорит, кто как себя проявляет. Только во время ответов, да? Но во время ответов игроки обычно нервничают, мнутся, иногда догадываются на чего-то, иногда нет. Ну, этого мало для того, чтобы была некая эмпатия. А чтобы это было смотрибольно, нужна эмпатия, нужен повод болеть. Но я вижу, что вот по этому пути пытаются эти ведущие, когда вот он пока крутится волчок, он пытается сказать, чем занимается определенный игрок или что-то еще как-то, но вот времени очень мало, пока этот вращается. Честно, мне кажется, что просто вспоминает старые навыки из передачи «Любовь с первого взгляда» и пытается всех перезнакомить. А вот по поводу того, почему, действительно, вот предвыксельский вопрос, раньше все-таки это были действительно звезды-знатоки, они, ну, по известности, они практически как футбольные какие-то были звезды, ну, то есть вот они их знали и в лицо, и они становились какими-то кумирами. Сейчас вот среди нового поколения уже давно, ну, давно не появляется такой вот яркой звезды, которую бы все знали имя, характер и так далее. То есть это получается именно потому, что нету эмпатии, не раскручивается. Да, ну и плюс есть больше выбора все-таки продуктов, которые смотреть в наши дни, потому что, опять-таки, с появлением интернета стало доступнее западное телевидение и некие проекты, сериалы, которые, допустим, раньше были не показаны на телевидении, да. Во-вторых, есть, опять-таки, YouTube-шоу, новые YouTube-звезды, все прочее, тоже появляются. Это не только проблема, что, где, когда. В КВН новых звезд тоже нету. В том же про-рестлинге, если брать, как пример, нету Халков Хоганов, новых уже давно. Эдвейн Рок Джонсон, последняя большая звезда, которая там появлялась. Но самый известный актер на наши дни, в наши дни сейчас, да. Но таких больше нету. Ну что же, вот на такой печальной, на самом деле, ноте мы заканчиваем сегодняшний разговор. Организатор интеллектуальных мероприятий Олег Сераухов сегодня в нашей студии был. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Зайти еще. Спасибо.